Глаголом «жечь сердца людей». Как завещал Александр Сергеевич, молодые ивановские поэты соревнуются в выразительности слога. Площадка, артфабрика, поэзия ним. У кого рифма ярче, а образ оригинальнее, решит компетентное жюри. Автор поэтического проекта Юлия Горбунова. На молодежном форуме Таврида в 2017-м она получила грант 100 тысяч рублей на осуществление своей идеи. Первый очный этап артфабрики – отборочный тур из 24 участников. Жюри должно выбрать 10 самых талантливых и неординарных. С ними будут дальше заниматься мастера, будут проходить мастер-классы. Мы будем делать сольные выступления. В смысле, не сольные для каждого участника, а вот отдельное выступление именно участников артфабрики поэзии ним. Затем мы будем подготавливать перформанс театральный, театрально-поэтический перформанс. И затем это выпуск книги со стихами финалистов артфабрики. Поделиться творчеством с коллегами по цеху приехали не только жители города и области, но и гости из Костромы. Многие поэты поднимаются на импровизированную сцену и выступают публично впервые. Задание – оригинально преподнести небольшой стихотворный текст. Разумеется, собственного сочинения. Ты не поверишь, здесь столько света, рядом папа, чтоб страхи забыл. Без потолка теперь видно небо, снег одеяло у тебя укрыл. Мой ориентир – это часть твоего отражения, твои мысли, твои простые или даже сложные решения. И вселенная, которую я вижу, смотря на небо каждый раз, так схожа с той, что светит из твоих казалось бы. Обычный, старый глаз. Молодые поэты не стремятся копировать чужой стиль, а хотят обрести свой, особенный. Чтобы выделиться, используют разные приемы. Необычный образ или музыкальное сопровождение добавляют баллы. Как жить, когда насквозь висок, земля в объятия, как мать. Когда все чувства словно топ, любовь лишь повод убивать. Надежда, путь, не ближний свет, а солнце гребаный фонарик. Как жить, когда дороги нет. Все надежды на утро, как висок, будет только королев. Такие конкурсы позволяют не только перебороть страх выступлений перед аудиторией, но и дают возможность обратиться за помощью советам к профессионалам. Главное, уверяют члены жюри, стараться открыть новые горизонты словесного мастерства, не забывая, правда, об основах стихосложения. Прежде чем удивлять, надо сначала научиться писать. Понимаете, очень много ребят, у которых есть мысли, но пишут они коряво, неинтересно. Надо знать арсенал современной поэзии, не думать о нем потом как... А потом уже на этот каркас накладывать свою оригинальность, свои мысли, свою необычайность. Все участники получили дипломы и памятные значки. Десятка финалистов останется в проекте и через несколько недель представит совместную литературно-театральную постановку. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.